Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И отталкиваясь от текста книга Левит 26-30, мы задаемся вопросом, разве Бог испытывал отвращение к евреям, которых Он спасал? Разве Бог переменчив в своих настроениях? Проблема этого стиха заключается в чем? Бог, когда Он говорит о Своем народе в Ветхом Завете, а в Ветхом Завете это еврейский народ, Он говорит, что этот народ является Его зеницей ока. Смотрите книгу Захария, 2 глава, 8 стих. Этот народ является объектом Его особого благословения. Смотрите, Бытие, 12 глава, с 1 по 3 стих. Но в то же время в данном стихе, 26-30, Господь говорит, «Разорю высоты ваши и разрушу столбы ваши и повергну трупы ваши на обломки идолов ваших, и возгнушается душа моя вами». Возгнушение – это крайняя форма отвращения. Разве Бог может быть настолько переменчив? Конечно, нет. В послании Иакова, брата Господня, 1 глава, 17 стих, мы находим такие слова. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца светов». Здесь слово «свет» во множественном числе. «У которого, то есть у Бога, нет изменения и не тени перемены». Вы слышите, друзья? У Бога нету изменения и не тени перемены. С чем это связано? Все, что изменяется, оно изменяется в лучшую или в худшую сторону. Для Бога ни то, ни другое неприемлемо. Он уже есть абсолютное совершенство. Об Иисусе Христе в послании к евреям, 13 глава, 8 стих, говорится. «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же, как Бог, Бога-человек, Иисус Христос в Своем Божестве неизменен». Если Он вчера, сегодня и вовеки тот же, то это значит тот, который нас ради человека, нашего ради спасения пришел в этот мир и умер за нас на кресте и воскрес для нашего оправдания с любовью к нам, Он же с любовью будет относиться к нам в день суда. Ибо Божий суд не без милости и прежде всего по отношению к тому, кто оказал милость». Таким образом, Бог не меняет свое отношение к нам. Бог ни от кого не удаляется. Это мы своими делами удаляемся от Него, если это дурные дела, и приближаемся к Нему, если это дела благостные. Это мы впадаем в отвратительные деяния, которые мерзость даже в нашем человеческом понимании, а не в том смысле, что Бог настолько переменчив, что сегодня Он так относится к нам днем, а к вечеру совсем иначе. Такого просто не может быть. Поэтому, когда Писание говорит, что Бог возгнушался и так далее, это антропоморфизмы, когда Писание рассуждает о Боге в человеческих категориях, чтобы нам легче было бы понять то, что предлагается нам на страницах Священного Писания. Но не более того. Таким образом, если мы считаем, что Бог гневается, на самом деле речь идет о том, что мы заслужили гнев с небес. Иногда он бывает даже необходим, чтобы исправить нас, и кого Бог любит, того и наказывает. Действия Бога никогда не связаны с каким-то мщением. Он не ревнив, хотя его имя есть ревнив. Он не мстит, хотя есть его имя Мститель. Просто слово его, обращенное к нам, учитывает наш понятийный аппарат, иначе бы мы ничего не понимали бы на страницах Священного Писания. Таким образом, стремясь выстраивать правильное отношение с Богом, мы должны все возможное делать со своей стороны, понимая, что Бог, который позволил нам из небытия войти в бытие благом своей любви, Он не оставляет нас благом своей любви и тогда, когда мы покидаем этот мир. Он всегда и вовеки тот же. И вот эта мысль, что тот, кто умер за нас на кресте и воскрес для нашего оправдания, он же будет и судить нас судом праведным, она должна вдыхать надежду в наши сердца. Ибо Божий суд не без милости, особенно по отношению к тем, которые оказывают милость. Поэтому своими действиями мы формируем так называемое отношение Бога к нам. А Бог, который есть любовь, как сказано, Бог есть любовь, Он никому не относится хуже, чем к другим. Ибо Он посылает свет солнца на праведных и на неправедных и дождем дождит на праведных и неправедных. Как мы прочитали, «Вчера и сегодня и вовеки» тот же и у Него нет изменения и не тени перемены. Итак, сегодня мы ответили еще на один сложный вопрос. И, кстати, сегодня мы завершили исследование трудных мест по книге «Левит». Будем живы, Господь позволит. В следующий раз мы будем проводить другие беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. Берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok